здравствуйте меня зовут татьяна и я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина совсем недавно мы с вами вместе начинали вязать эту кофточку и мне тогда казалось что на куколку да да пожалуй на куколку только живую вот что у меня получилось ссылку на ролик на начало процесса я обязательно оставлю или в инфобоксе ли она выплывает сейчас здесь правом верхнем углу а может быть и там и там смотрите пожалуйста если есть интерес а я покажу что получилось подробнее итак размеры 26 сантиметров ширина 28 сантиметров длина горловину мы во внимание не берем начинаем измерять вот отсюда сначала спины спинки без горловины длина рукава 18 сантиметров я мерю исключительно до того места где у меня рукав был снят отделен от основного полотна ширина рукава в широком месте 9 сантиметров в узком месте но я здесь убрала всего лишь два раза по две петли 8 сантиметров то есть он практически как будто прямой длина регланной линии 10 сантиметра 11 именно 11 сантиметров это вот если брать именно регланную линию дальше все что добавляется треугольничек здесь еще один сантиметр это уже добавился в процессе вывязывания подреза а если брать только регланной линии 11 сантиметров до стирки было 10 это единственное до стирки что я замеряла длину регланной линии больше я до стирки не замеряла никакие данные и все что я сейчас сказала это исключительно после ну после стирки до в это неправильно я говорю тоже тепловую обработку я паром не обдавала чтобы сотворить это чудо мне понадобились спицы номер три крючок номер два остатки ниточек сколько у меня их было как раз в том ролике ссылку на который я оставлю вы увидите полный моток пряжи 50 граммовый alize lana cotton вот такого цвета и все остальное остатки 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 вот что у меня осталось возможно так полный моток ушел а все остальное еще два у меня было вот каких-то не понять чего весов нет но я думаю в двух моточков вполне достаточно чтобы все это связать какие остатки я вам покажу весь арсенал своих ниточки в том ролике показала и вот все что осталось показываю сейчас ну соответственно ножницы и металлическая небольшая бирочка но металлической назвать я ее могу с трудом потому что вот у меня есть магнитная игольница и она туда не прилипается не магнитится я почему-то потихоньку отхожу от вот таких вот вещей мне почему-то хочется серьезненьких если уж бирочка то что-то серьезненькое вот именную лепила слишком как-то она большая суда с моим именем фамилия а вот это металлическая кстати магазин где я покупала эти металлические бирки закрылся к огромному сожалению я бы еще взяла мне нравится как они лаконично смотрятся и подходят практически под все изделия как от микро прям таких малявеньких какой-то стиль они дают до вот больших а вот такие может быть надо просто по цвету подобрать я не знаю вот сердечки птички вот пока у меня как-то вот но наплывет у меня же все на полами сегодня так завтра так и еще раз на всякий случай приду приду я понимаю что те кто смотрели мои предыдущие ролики уже в курсе но вдруг кто-то и зрители на этот ролик найдет набредет ну так сказать первым на моем канале данные бирочки оставляют след особенно на светлом изделии как раз мой случай или их надо отпарывать перед стиркой и потом опять пришивать или их надо с обратной стороны покрыть эмалию мне этот способ девочки рассказали теперь я при каждой возможности делюсь действительно такой способ не оставляет следов во всяком случае у меня солнечный кардиган уже но не первый год и я стираю не отпарываю эту бирку и все нормально следов не оставляет вдруг кому-то это будет полезно пуговички у меня тоже из запасов шкатулочных я сейчас стараюсь по возможности не покупать они у меня остались вот чего мне не хватило еще развернуться это вот такого цвета у меня остался так то было чуть-чуть и осталось но прям вот ну буквально я так думаю вдруг не придет в голову связать шапочку да и где-то где-то это акцентом можно проложить и тогда это действительно получится полноценный костюмчик но сейчас совершенно не хочу это просто на будущее поэтому такой темный цвет у меня тремя штришками в одном рукавочке прошел и тремя с тремя одним стежком вот в этом рукавочке чтобы поддержать пуговицы пуговицы хотела именно эти и мне вполне это понравилось думала я думала что вместо этой бирочки может быть полоски вышить на бежевую темненькую светленькую еще что то просто вот так полоски не шло моя музыка как-то не согласилась со мной и конечно здесь было бы здорово если таким темным цветом по периметру обвязать до обвязка простая просто столбики без накида но нет столько ниточек а мне хотелось чтобы обвязка была без узлов прям начать и закончить без всяких узлов тут мне помогла вот эта нитка если бы я подождала такой нитки у меня было бы еще потому что я сейчас вижу плед коробочку что я показывать не буду притаскивать фотографию вставлю работаю надо четвертым цветом я в этом пледе корзинку принесу можно вот моя красавица корзиночка сейчас мне осталось два полных матка и вот еще чуть-чуть и так как из одного матка у меня получается 4 квадратика и еще чуть-чуть остается пряжа я больше чем уверена что такой пряжи у меня осталось бы еще какое-то количество и можно было тогда сделать кофточку побольше но ведь знаете рукодельницы поймут вот когда у нас что-то вот приспичит до связать здесь и сейчас купить здесь и сейчас какой там подождать поэтому я рада что связалась такая маленькая кофточка а остатки этой пряжи в совокупности еще с остатками меня мамочка приучила не выбрасывать остатки никогда в жизни их не выбрасывали носки или ей отношу или на была у меня знакома учительница труда они там девчонками я постоянно прям была для них поставщиком от остатков пряжи просто какие-то узоры да учить и так далее меня даже коробит когда я слышу что выбрасываю пряжу я приучена по-другому остатки в делу и мне даже есть интерес из остатков что-то сотворить не то что вот вязать нечего нет я с удовольствием вяжу когда я вообще люблю видать когда пряжи много знаю что здесь хватит на две кофты тогда начинаю вязать одну кофту а так гадать хватит не хватит мне не очень нравится но я всегда люблю что-то подбирать что-то думать соображать у меня вот есть кофточка моя любимая кофточка который так и называется слепила из того что было тоже я ее за остаточка вслепила и ношу с таким огромным удовольствием до сих пор поэтому вот что-то слепить из остатков это как-то иногда на меня прям находит желание дичаше и я себе не отказываю в этом удовольствии честно говоря я сегодня ходила рукодельный магазин хотела сюда приклеить и такие термонаклейки точно есть я несколько лет назад вязала такого же цвета без рукавочку примерно с такими же пуговичками отдала малышу родственнику и здесь у нас была термонаклейка мишутки медведя и так это было мило и если бы я нашла термонаклейку медвежонка вот именно в таких тонах он был сколько лет прошло я помню ну тогда канала не было еще и жалко что я даже фотографии не делала сейчас я показала я очень вообще люблю сочетание от этого молочного бежево с коричневым это просто моя фишка если я нашла эту термонаклейку я бы сюда вот этого мешулечку с удовольствием поместила если бы я нашла огромного медвежонка я бы на спинку наверное однотонную спинку тоже такую термонаклейку приклеила что-то вязать крючком и приклеивать наверное поле надо чуть побольше я боюсь это было бы пере вот грубости я больше всего не люблю и боюсь грубости на маленькой детском на маленьком детском изделии поэтому термонаклейку я бы прям с удовольствием сюда приклеила но вы знаете голубые кораблики принцессы флаги русские американские все что угодно только не мою не моют не шутка который мне надо карман на изделиях для детей до года я не люблю хотя тоже можно было здесь конечно карманчик и все такое прочее кто кому нравится пожалуйста все таки вошкуется в колясках все задирается но для меня карман излишний элемент потому что так и так носишь с собой кучу сумочек в коляску там кармашка в коляске есть куда все это запихиваешь и лишние элементы на кофточке лично мне у детей до года а это явно до года не нужны хотя это вот только мне говорят как будет угодно но раз я не нашла термонаклеечку медвежонка к сожалению когда только мне нужно будет как-нибудь голубой цвет кораблик будут сплошные мишки медвежонок теди я хотел я тогда решила сделать наклеечку она так вот как бы просто мужскую кофточку превращают такую в кофточку юного джентльмена ну мне нравятся такие вещи тут самое главное не запутаться в рукавах когда я вязала рукава и я прям записывал первую жизнь вообще какие-то надписи делал до записи надписи столько-то рядов видите они у меня временами перри лицевые ряды как это в общем временами лицевой гладь я разобавляю изнаночными рядами вот и все это я записала чтобы также сделать на другом рукавочке только с другими цветовыми оттенками но и закончил я тоже платочка и здесь я закончила платочка и здесь на рукаве резинка для меня не принципиально чтобы это было тут резинка тут резинка не 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 игра красок игра цветов это то что я люблю вы знаете что касается размера рукавов сколько я уже детских изделий не связала если смотреть таблицу сочетая соотношение размера и возраста то даются одни цифры в одной таблице другие цифры другой таблицы я приноровилась прикладывать беру вещичку меня от толеньки осталось кое-что что мама шел что мы носили то есть готовые изделия я прикладываю стараюсь как-то все это дело длину рукава и длину самого изделия иногда мне кажется красиво и пропорционально иногда мне кажется великовато иногда мне кажется маловато но с другой стороны детские изделия есть детские изделия да можно три четверти поносить спокойно если посмотреть журналы вот недавно листал журнал drops там очень часто у детей и три четверти но если длинновато загнуть да это вообще даже как-то прикольно мило загибать у детей изделия это очень здорово совершенно другой калинкор даже получается и вот у меня в кадр вошла вешалка хотел вам ноу-хау ищу детские вешалки еще с огромным удовольствием детские вешалки мне кажется я их видела антискользящие детские пришла антискользящих полно везде но не детских я купила наборчик разноцветных вешалочками еще понадобится если муза не отпадет я еще все-таки на детской коллекции поработаю и так как некоторые вешалки подходят по плечикам некоторые нет что я сделала я накалила вот так не делайте вредный совет у меня же поступало полно ножек и просто убрала и вот такие плечики они все-таки как бы для таких вот микро изделий они пойдут иногда накуплю накуплю вешалки а потом дарю изделий вместе с вешалками меха опять нет сейчас пошла вот мне кажется я видел эти детские возможно не расцветка показал что они детские но они поменьше чем взрослые но все-таки большеватенькие вот это как этим можно что-то с ними творить они такие вот знаете гнущиеся не фонтанистого качества а вот антискользящие мне по качеству нравится лучше но я их там все-таки проволоку внутри и покрыты чем-то таким антискользящим я боюсь что вот их я просто не сделаю меньше а для таких изделий чтобы просто показать чтобы они висели красиво да я вот творю сама не знаю что творю здесь даже не надо еще одной опоры вещички то микро вещички но если я найду нормальные детские вешалки я с огромным удовольствием конечно их куплю ну и вот он кардиган для юного очень юного джентльмена во всей красе конечно мне нужны детские вешалки все-таки потому что идея не самая хорошая здесь вот задевает надо сейчас наждачкой немножечко по краешек и шершаву превратить в нормальные но и все равно не пропорциональные вешалки они как-то немножечко изделий уродуют но общий вид вы конечно можете представить себе и связать если кому-то понравилось конечно цветовую расцветку и пряжу и модель можно выбрать ту которая вам нравится по душе но в заключении мне осталось все-таки отметить такой факт так как я сейчас работаю с пряжей ализалана катона много из нее вижу я все-таки хочу сказать что вот пряжа 01 цвет до цвета этих ниточки я уже не помню так вот этот я сейчас вижу бежевый красивый это вы мне подсказали это двести шестьдесят два вот этот цвет темненькие а еще один светленький а здесь его нет темненький цвет он кофейный в народе называется а номер можно увидеть в ролик про плет я обязательно оставлю и там можно увидеть его номер так вот пряжа 01 мне она нравится меньше всего мало того у нее рядность присутствует намного явнее вырисовывается чем у других цветов а я все-таки уже и серенький цвет попробовал мне пока серый цвет очень нравится наверное лучше всех и синий цвет он пока так я не поняла вот этот цвет кстати тоже очень приятный вот этот цвет но я пока еще его не стирала вот его квадратиков в пледе но он кажется тоже очень приятным и несмотря на то что спицы абсолютно тот же номер троечка что и на тех кофтах положиться она все-таки хуже всех и вот я не знаю это вот грубость это вот отсутствие мягкости может быть хлопок что ли на первые тут побольше положили или отбеленый он какой я не могу это сказать но в общем пряжа 01 нравится мне серия лана катон пока меньше всего моих ближайших планах связать еще одну наверное крайнюю последнюю как правильно 187 цвет этот желтенький но не просто же так у меня есть еще одна не испорченная вешалка это же не просто так я хочу связать еще один же пирог я череду если кофточка мой цветочек было для девочки потом синий джемпер для мальчика ага ничего себе череду этот джемперок опять для мальчика значит надо что-то связать для девочки желтой но я не уверена я хочу связать универсальный джемперок который подойдет и тому и другому но это я знаете я здесь и сейчас хочу это связать на данный момент а что завтра мне я просыпаюсь совершенно другие планы в общем еще одна кофточка залезала на катон не знаю то ли она будет цельным полотном снизу то и то ли будет еще одна все-таки реглан сверху чтобы уж вот эти так сказать серию отстрелять посмотрю но потом конечно меняем пряжу обязательно поменяем фасоны хотя я не назвала бы свои кофточки одинаковыми мне кажется они все разные вот и посмотрим в общем не хочет еще посмотреть вот на эту пряжу и еще со временем так как у меня синего цвета очень много осталось была упаковка я связала только извязал три моточка на джемперок как у папы детский джемперочек поэтому все-таки 7 мотков мне за глаза хватит я хочу сам на фоне этого как цвет поменялся да на фоне этого синего цвета на вышивать вплести на полосить на полосить как правильно я не знаю все остатки которые у меня будут этот пожалуйста у меня есть желтый явно у меня пять мотков желтого на детскую кофточку пусть три там уйдет с небольшим я хочу как-то себе что-то скомбинировать и залезала на катон и уже посмотреть на нее не только вот внешне в вязках но и посмотреть на нее в носке что я свяжу что-то себе не сейчас конечно со временем когда муза долбанет и я хочу эту пряжу еще с этой стороны посмотреть именно в носке пока категоричные нет у меня вот цвета 01 всем остальным цветам почему бы можно и попробовать вот плед мне нравится как получается очень 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 просто вот и не только мне кстати удачное мне кажется сочетание цвета и все таки я свяжу себе плечевое изделие и сделаю еще выводы ну поэтому до новых встреч мой добрый зритель а они обязательно будут ждем